Доброго времени! На этом видео посмотрим ближе на такой раритетный, прекрасный, великолепный кассетный плеер редкого производителя, редкой фирмы, фирма Kenwood. Также небольшой сегмент продукции был отведен производству вот таких прекрасных ультракомпактных плееров, экстраслимов. Выполнен, как мы видим, премиально. Вот эта крышка кармана-кассетоприемника с чеканенным таким практически ювелирного качества логотипом Kenwood. Сделана из металла. Вот эта внешняя крышка с кнопками управления функциями лентопротяжного механизма, как мы видим. Вот они все удобно в один ряд сосредоточены в этой части. Вот это из высококачественного пластика. Вот такие надписи присутствуют. Наличие системы шумопонижения. Определенные аналогии навиваются с кассетными плеерами фирмы Panasonic в серии S или SX. Но хочу сказать, что несмотря на какое-то внешнее сходство, ничего общего они по кинематике не имеют. Kenwood разрабатывали свои лентопротяжные механизмы совершенно уникальные, не похожие на производителей других. Вот эта сдвижная защелка. Это открытие крышки кассетоприемника. Тут тоже видно, что так дизайнерски продумана красиво надпись Kenwood. И что интересно, когда мы включим, но я уже забегаю наперед, вот здесь, вот эта точечка или треугольник над буквой W, он будет светиться красным цветом. Здесь встроен под крышку светодиод, который говорит о том, что плеер находится в работе, либо питается от батареи. И, кстати, батарея здесь вот следующая плоская идет для мини-теоризации размеров подобных гаджетов. В второй половине 90-х годов применялись такие плоские аккумуляторы, благо сейчас они есть в наличии. Это мощные. Однако есть альтернативное питание. Это питание от съемного вот такого контейнера, внешнего питания, от стандартной батареечки АА. Прикручивается он следующим образом. Возможно, отдельное питание либо от плоского аккумулятора, либо от пальчиковой батарейки. Вот так выглядит батарейный отсек, как мы видим, практически идеально. Чистый, без коррозии. Ну, собственно, можно переходить уже к включению. Аппарат очень интересный, достойный, редкий. Попутно заглянем на состояние магнитной головки. Просто идеальное. В общем, состояние этого аппарата просто новое, малоиспользованное. И в основном в таком состоянии эти плееры просто так не встречаются, не попадаются. Они можно изредка встретить. Но либо нерабочий аппарат, либо слишком визуально отталкивающий, потертый, поцарапанный, нерабочий. Но в состоянии нового такие аппараты определенно дорого стоят. Звучание его просто великолепно. Оно ничем не уступает лучшим моделям, тонким от Aivo, от Panasonic, от Sony. В общем-то, перемотки вот как работает. Мы видим, я включил перемотку Rewind назад. И горит над буковкой W. Вот этот треугольничек. Также перемотка вперед. Ну, с перемотки мы можем нажать на воспроизведение. Я поближе поднесу наушники. Сейчас следующий трек начинается. И чтобы звучание было, скажем, чуть лучше слышно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ромкость, как мы видим, не шуршит. Субтитры сделал DimaTorzok Реверсное воспроизведение. Дима Торзок Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Снова реверс. еще раз переключение реверса в общем было мне кажется достаточно продемонстрировано аппарат реально в состоянии нового с полной идеальной работоспособностью с великолепным звучанием как на мой слух что можно сказать несмотря действительно на определенное сходство с панасониками ничего общего по механике этот плеер с ними не имеет дело в том что здесь реализован свой лентопротяжный механизм отличный однопасековый то есть что снижает вероятность искажения звучания со временем в отличие от плееров серии SX у которых возможно со временем может проявляться такая проблема здесь судя по всему это исключается ввиду продуманности лентопротяжного механизма хотя принцип в чем-то схожий с другими производителями такими как а его sony panasonic но однако здесь все сделано по другому и на мой взгляд надежно вот есть два датчика датчик наличия кассеты и датчик определения типа ленты второго типа либо нормал лента вставляется то есть кассета благодаря вот этой выемке в кассетах хром вот этот датчик либо в разомкнутом положении либо в замкнутом что соответственно переключает логику плеера в режиме воспроизведения с хрома на нормал и наоборот в зависимости от того какая кассета используется в общем то такой прекрасный аппарат отлично звучащий продемонстрировал его работу с любыми кассетами играют просто великолепно повторюсь аппараты вот фирмы ken вот встречаются не часто вот не часто от слова совсем благодарю за внимание всем хорошего времени суток будьте живы будьте живы